Чемпионка Азии по тяжелой атлетике. Экс-рекордсменка мира в рывке Татьяна Хромова, бесспорно, одна из лучших спортсменов Казахстана. Автор громких побед в этом году решила уйти из спорта. Я молча собрала свой чемоданчик и ушла, тихонько, никому ничего не говоря. Да, в принципе, просто уже, наверное, устала. Сегодня Татьяна просто заботливая мама и любимая жена. Спорту она посвящала себя очень долгое время. По словам спортсменки, из тяжелой атлетики она ушла навсегда и безвозвратно. И тренировать юных последователей Хромова не будет. Я больше домашний человек, понимаете? Что-нибудь там состряпать, сварганить, убраться, навести порядок, как домашняя кошка. Золотые медали, почетные места пьедестала, слава – все это за плечами Хромовой. Сейчас она жалеет лишь об одном. Много упустила в воспитании ребенка. Не додала в тот момент, может быть, любви своей. Я не знаю, ну просто, наверное, неправильно, когда муж сидит с ребенком, а жена работает. С нашей спортивной редакцией знаменитая тяжелая атлетка поделилась своими планами на будущее и взглядами на казахстанский спорт. На чемпионате мира во Франции Татьяна не принимала участие по своей воле, но внимательно следила за выступлением родной команды, которой удалось завоевать лишь две золотые медали. Я так думаю, были, наверное, большие нагрузки, с которыми они не справлялись на последних тренировках. И, может быть, не успели восстановить свои силы и выложиться полностью на чемпионате мира. Мы не применули случаем узнать у Татьяны, правдив ли слух о том, что южан якобы не любят в национальной сборной. Ну, если так рассуждать. Кто-то приехал из Чемкента завоевать медаль? Наверное, нет, конечно. Не пропустит. Вперед. К олимпийской медали стремилась и Татьяна Хромова. Верхушка олимпийского пьедестала. Мечта любого спортсмена буквально рухнула в 2008 году, когда шумкенскую спортсменку не включили в национальную сборную. Было обидно, ужасно, да, слез было обидно. Столько готовится, и все куда-то вот так вот рухнуло в какой-то пропасть. Ну, не знаю, ну что говорить. Было обидно, что я оставила ребенка, который по телефону плакал и говорил, «Мам, когда ты приедешь», а мама готовится и ломается под штангой на тренировках. А там, оказывается, приглашают Важанову Аллу, Важенину Аллу. Ну, и она оказалась девочкой сильнее меня. То есть, пригласили ее уже готовой, а на нас, на своих, на спортсменов, вот такое наплевательское отношение было. Сейчас Татьяна, как ни странно, не любит вспоминать время, проведенное в сборной Казахстана. Вроде бы спорт – благородное дело, и в нем нет места отрицательным качествам человека. Оказывается, есть те, которые полностью опровергают это. В команде выделяют несколько личностей, и это, конечно, было обидно наблюдать. Но это все проходило со стороны Инвера Туркеллири. Он решал, кому сидеть за каким столом, или же кому тренироваться на каком помосте. У него были любимчики и есть. Как бы его не обидеть, человек неискренний. Да чего скрывать-то? Все в команде знают и тренера, и сборники его. Татьяну Хромову, как спортсменку с немалым опытом, мы попросили дать оценку сборной нашей области. Почему южане не смогли отличиться на чемпионате мира во Франции? И может ли Казахстан ожидать Олимпийское золото? Почему-то не продвигают, не знаю, может быть, не хватает финансирования на подготовку, не выделяют. На ту же витаминизацию медаль золотая, мне кажется, будет за Ильей. Потому что у него все шансы. Он молодец, он понимается, он сейчас доказал всем, доказал всем, что можно тренироваться одному и подготовиться к такому бешеному, колоссальному результату. После ухода из спорта Хромова полностью посвятила себя семье. Говорит, так ей спокойнее. В родном городе, в кругу любимых мужа и дочери. Что еще нужно для счастья? Спасибо. Спасибо.